Посмотрите, какое желе получается. 20 минут прошло, я получила полезнейшее для организма растительное желе. Оно проходит по пищеводу и по всему кишечнику, сметая на своём пути всё ненужное, залечивая воспаление. Это необычный продукт, это шелуха семян подорожника. Это подорожник, который выращивают специально для того, чтобы из его семян изготавливать шелуху. Около 80% веса шелухи занимает грубое волокно. Это супер низкокалорийный продукт и прекрасный сорбент. Люди, которые страдают непереносимостью глютена, добавляют выпечку шелуху подорожника. Она делает тесто плотнее, пористее. Можно добавлять в оладушки блины, тем самым вы улучшите качество своей еды. Это растительное желе, оно проходит по пищеводу и по всему кишечнику, сметая на своём пути всё ненужное и залечивая воспаление. Полезные микробы, которые живут в кишечнике, просто обожают эту клетчатку. 80% гормонов радости выделяется именно толстым кишечником. Псилиум почти не имеет собственный вкус и на 80% состоит из клетчатки, чем и ценен, потому что служит отличной пищей для полезной микрофлоры кишечника. Это низкоуглеводный и безглютеновый продукт. Благодаря свойству превращаться в гелеобразную массу или такую вот субстанцию, шелуха подорожника заменяет клейковину, то есть глютен. Но его не обязательно добавлять в выпечку пол столовой ложки или одну чайную ложку. Завариваю кипятком полстакана. И настаиваю 30 минут. За эти 30 минут, когда напиток будет остывать и настаиваться, его нужно периодически перемешивать. Посмотрите, что происходит с шелухой через 5 минут. Она начала разбухать. Но 5 минут недостаточно, поэтому будем ждать дальше. Посмотрите, какое желе получается. 20 минут прошло, я получила полезнейшее для организма растительное желе. Это чудо, а не желе. Подожду еще 10 минут и буду пить. Это растительное желе, оно проходит по пищеводу и по всему кишечнику. Сметан на своем пути все ненужное, залечивая воспаление. Друзья, полчаса прошло. Желе настоялось. Если это можно назвать желе или кисель. Вот такая вот густая масса. Пью за 20 минут до еды 2 раза в день. Оно никакого вкуса не имеет вообще. Пить его более-менее нормально, приятно. Нормализует пищеварение, проверено на себе. Помогает при диарее и запорах. Понижает уровень холестерина и нормализует уровень сахара. Помогает при синдроме раздраженного кишечника, язвенном колите. Помогает снизить высокое давление артериальное. В целом, шелуха подорожника безопасна. Но есть несколько советов, как правильно с ней обращаться. Если вы добавляете псиллиум в тесто, дайте постоять 5-10 минут. Он впитает влагу и вы сможете оценить консистенцию теста. Если слишком густое, добавьте жидкости. Если вы употребляете шелуху подорожника, пейте больше воды. У некоторых людей возможны аллергические реакции, так как все-таки это растение. Как сухой порошок, псиллиум ни в коем случае принимать нельзя. Только разводить в горячей воде. Обычно на упаковках имеется инструкция, как правильно разводить. Еще существует мука из шелухи семян подорожника и порошок, шелуха семян подорожника. У меня порошок, шелуха. И то, и другое приносит пользу организму, а выпечки сокращает количество калорий. Или просто в выпечку не добавляю, я просто добавляю в стакан водой, заливаю кипятком. Это польза для желудка и кишечника. И, кстати, очень хорошо помогает. Это самая полезная клетчатка из всех пищевых волокон. Также считается, что псиллиум полезен для диабетиков. Его гелеобразная субстанция замедляет усвоение глюкозы, что способствует понижению сахара. Хранить лучше шелуху в стекле, в темном месте, в шкафу. Потому что после обработки, всё-таки, какое-то количество полезных жиров остаётся. И чтобы шелуха не портилась, я храню в коробке. Вот как она продавалась, так я её и храню. Если беспокоят боли в желудке, запоры, этот растительный кисель придёт на помощь. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал. И тогда оповещения о новых видео вы получите в самое первое. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!